калорий калории энергия дефицит профицит набор потери веса и зачастую на первом этапе когда люди приходят спортивному образу жизни коррекции своей фигуры они к этому прибегают и зачастую возникает вопрос а сколько же мне нужно есть калорий сколько раз я подтянусь пишите сейчас количество подтягиваний которые я сделаю ну реально будет интересно то наберет больше всех лайков тот получает от меня в подарок футболку волку генетик с крыльями ребят здорово очень много комментариев вы написали о том доченька забыла вы очень много комментариев написали в прошлом видео о том чтобы я рассказал а как же как же правильно посчитать калории и вообще к чему это я так уделил отдельное внимание этому моменту сказал что многие делают это неправильно наверное точнее сказать не то что вы делаете это неправильно вы придаете этому ошибочная ошибочную оценку и так в общем подсчет калорий правильное его понимание канал генетик с вами я руслан халецкий и сейчас я все это вам расскажу сегодня я не стал одевать микрофон на камеру потому что в прошлый раз первый первый ролик у меня тупо не записался мне пришлось все переделывать на это все так скажем не очень мне понравилось калорий калории энергия дефицит профицит набор потери веса и зачастую на первом этапе когда люди приходят к грубо говоря спортивному образу жизни к коррекции своей фигуры они к этому прибегают и зачастую возникает вопрос а сколько же мне нужно есть калорий сегодня я не буду касаться вообще того верно ли теория калорийности это мы оставим на потом там там все сложнее сложнее чем сейчас стало модно говорить да буквально буквально всплеск последние два месяца до что калории ерунда нужно все делать по другому что-то почему-то калории последние 50 лет помогали культуристам выигрывать чемпионат мира бодибилдингу и выходить без жира под кожей поэтому небольшая маленькая такая доля правда есть для людей здоровых возвращаем калорий для моих возникает вопрос как же верно их посчитать как же верно их посчитать вот этот вопрос возникает очень многих ну давайте есть самое простое это чисто яндекс ввести базовый обмен веществ этот обмен веществ который мы можем рассчитать то количество энергии которая нам нужно что же знает и значит именно базовый обмен веществ это то количество килокалорий то количество энергии которая по расчетным усредненным важная фраза усредненным данным нам необходимо для существования для нашего лежания на диване дыхание посещение туалетной комнаты почистить зубы поморгать ну и собственно все это базовый обмен веществ и при именно этом количестве энергии мы не будем не набирать вес и при этом мы не будем терять калорий итак ребят какие вообще формула могут попасть вам на глаза в интернете это формула кетча маккарда это формула маккена джора и формула харрисона бенедикта вот эти три формулы будут наиболее часто встречающиеся в интернете вы сейчас спросите а какую из них выбрать а любую а любую действительно любую которая вам нравится вот чьи две фамилии вам понравились сочетание то и выбирайте я зачастую всегда использовал для расчетов базового обмена формулу харрисона бенедикта потому что она мой взгляд самая простая ну чем проще тем лучше это быстро это экономия времени энергии поэтому я всегда брал формулу харрисона бенедикта и так давайте условно вы мы выбрали одну из формул почитали базовый обмен муж с вами проговорили что это обмен веществ без доп нагрузки тоже мы рассматриваем под доп нагрузки ваш образ жизни вашу работу и ваши занятия спортом под образом жизни я подразумеваю вы на работу ходите пешком едете на метро проходите там четыре километра от вашей остановки автобусной либо вы спускаетесь на лифте садитесь в паркинге просто прям в паркинге под вашим домом в автомобиль доезжаете до офиса сидите там на стуле в офисный работник или может вы руководитель магазина но при этом вы погони там гипермаркету на не знаю гипермаркет 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 которому нужен креативный директор ты соответственно вы там много ходите осматриваете торговые площади работу мерчендайзера контролирует и так далее и нахаживаете там в течение дня 8 10 километров это образ жизни ваш давид работы сказал это может вы грузчик или сваи забиваете а может вы вяжете арматуру нагрузочка короче короче он меня реально задолбал каждый раз когда гуляю почему люди не могут закрыть ворота в свой дом вот мне на самом деле неизвестно ведь это так просто закрыть ворота закрыть ворота и все ладно дальше к чему начал говорить я про эти образ жизни базовый обмен мы умножаем на коэффициент активности то есть например ну это кстати очень усредненно потому что вам никто не скажет если ходишь 10 километров коэффициент активности 12 тут вы должны себе представить типа дуру грубо говоря коэффициент 2 это человек который качается каждый день ездит на работу на велике еще и лифтом не пользуются а эффект коэффициент 1.2 того кто ездит на машине у него сидячий образ жизни и работы и ходит он там в зал три раза в неделю по 30 минут на какой-нибудь пилатес то есть да нагрузка у него так себе не интенсивно умножив полученную цифру формулы базового базового обмена на непосредственно коэффициент активности мы получаем уже прям под условно подобраны под себя наше количество энергии которое мы тратим в сутки и в эти калории мы вписываем свое бжу как подобрать бжу друзья мои ну надо же делать ролики покороче это раз и нужно давать себе это для маневра немножечко какой-то плацдарм оставлять да поэтому конечно мой взгляд на бжу я думаю вынес в отдельный ролик потому что тут нужно будет коснуться какие-то диеты диеты которые рекомендуют с сердечными заболеваниями да низко жировую что ошибочно и вредно но это коснемся белково-углеводное чередование низкоуглеводную диету там палео диету разные виды есть диет разные виды питания и думаю их нужно разобрать будет пусть очень коротко но всех в отдельном ролике поэтому бжу я не касаюсь мы касаемся калорий мы их подобрали и что вот решили мы допустим сбрасывать вес случае нашего решения сбрасывать вес что делать с тем высчитанным базовым обменом ребята не нужно сразу 3 5 калорий нужно начать в течение двух недель питаться именно в этой калорийности четко ее подсчитывая и только после этого начинать движение вниз почему да потому что цифра полученная в этой формуле вообще ни хрена не значит вообще просто вот базовый обмен посчитанный ваш коэффициент это лажа это лажа в нем есть лишь один плюс это хоть какие-то исходные данные от которых вы отталкивает поэтому можете забыть нафиг название всех этих формул и просто если ты грубо говоря если у тебя есть что-то между ног и ты мужчина думаешь что твой обмен базовый 2500 калорий если у тебя между ног тоже кое-что есть но это не пися палочка а совершенно другая пися и ты девочка то представь что твой просто базовый обмен 2000 калорий и ничего не считай ничего не считай начни питаться чистыми продуктами на эту калорийность течение двух недель и посмотри за результатом если была цель сбрасывать вес отними от этой цифры 10 процентов если цель была набирать вес прибавь к этой цифре тоже 10 процентов течение двух недель наблюдай за динамикой изменения визуальной составляющей окружности талии и конечно же за изменением веса а теперь внимание тут я не знаю должен быть какой-нибудь какой-нибудь фильтр фильтр не фильтр картинка робот солнце солнце сейчас солнце и небо ребята почему сейчас очень важный момент буду как иисус вот так вот идти и вещать важно хотя не знаю может быть солнце светит в камеру это отстойно выглядит что не подумал не важно буду снимать себя сбоку теперь важно а представьте если все что вы посчитали на самом деле ни хрена не усваивает с чего вы вдруг взяли что скушав 100 грамм овсянки в которой условные 70 грамм углеводов из них 65 грамм углеводов усвояемых на 5 процентов пищевых волокон вот именно эти 65 грамм углеводов до в каждом грамме на 4 килокалории с чего вы взяли что все эти калории будут усвоены вы уверены состоянии вашей пищеварительной системы вы уверены в том что у вас полноценно и хорошо работает ферментативная система что в вашем желудке хорошая микрофлора ответили на вопрос вот и я не знаю друзья давайте еще более простой и житейский прямо вот такой пример итак вы купили потрясающий просто потрясающий свежий даже вам повезло и вы купили свежий стейк в магазине а вот всеми любимого димочки от димочки которая держит всю миско любитель дворцов и яхт самолетов пароходов и ваших народных богатств димочка так вот купили вы стейк у него свеженький и начали его жевать начали выживать вы правша правая жевательная сторона основная и у основная у вас болит зуб и чем же друзья мои это закончится так вы не будете до конца эффективно полноценно прожевывать пищу возможно вы слышали если не помню по-моему один из римских лекарей лекарей врачей в общем сказал да что каждый хочет пищи нужно прожевывать 10 минут для того чтобы быть здоровым человеком так вот эти вы не дожевываете пищу то чем же все это заканчивается я сейчас пришел хочу подтянуть посмотрим чем это закончится так вот вы не дожевываете к примеру мясо я закончу эту мысль и потом завязан турник вы не дожевываете мясо а ведь поджелудочный сок может проникать в глубину комка пищевого комка в желудке ну где-то диаметр комка около давайте грубо 8 5 миллиметров и вот если вы плохо разжевали говядину а часто может быть она даже не очень-то и нежная и в общем-то вот такими кусками будете проглатывать ее слегонца только переработав а ведь именно жевание обработка механическая зубами и пропитка ферментами слюны это первый этап обработки пищи не до конца доживав мясо она падает желудок там до конца она не может пропитаться поджелудочным соком дальше отправляющихся через сфинктер желудка дальше пищеварительную систему и там что интересное происходит если вы полностью не смогли все этапы обработки кислотой в желудке мясо механически его недобработали то мясо не будет ты полностью переварена соответственно по вашему кишечнику начнет двигаться не переваренный кусок мяса он будет там протухать он будет там протухать и это мясо начнет вас непосредственно уже травить она станет ядом прямо прямо настоящим ядом будет это мясо если вы одновременно еще поели то есть там мясо было жирным и вы добавили еще кого-нибудь там не знаю кусок хлеба со сливочным маслом что дело тоже там уже в комок пищи смешалось то и жиры будут не до конца уже хорошо перевариваться да они будут вас прогоркать в пищеварительной системе а углеводы будут у вас бродить и ко всему прочему до сахарах эти вот не переваренные сахара станут питательной средой для патогенной флоры она начнет разрастаться занимать место полезных бактерий вашем пищеварительном тракте и из этого мы получим что у вас еда съеденная вами будет усваиваться не до конца этим самым да мы понимаем грубо говоря там вы планировали набирать массу и съедать 3000 калорий а вы набираете 2400 калорий плюсом вы получаете постоянное вздутие тяжесть тяжелое состояние организма из-за того чтобы просто у вам ну вам постоянно плохо в вас постоянное отравление и постоянная грубого даже будет пищевая аллергия и возможно ваш вес в основном растет из-за подъема калорий не то что вы набираете мышечную массу или хоть какую-нибудь массу а просто на фоне постоянного отравления у вас происходит отек да все эти яды нужно растворить такие дела ребят поэтому посчитать калорий это пол дела усвоить посчитанные вами калории это другая тебя сделала вот так вот сейчас турничок давайте поставим не знаю будет ли попаду ли я в турничок ну-ка вот тень о ну-ка давайте подумаем сколько раз давайте пока я не полез подтягиваться ух ты ничего башка вспотела сколько раз я подтянусь сколько раз я смогу подтянуться мой вес сейчас 95 96 килограмм утром я качал грудь вчера я качал спину это исходные данные и зачем я протер голову и руки стали мокрыми пишите сейчас количество подтягиваний которые я сделаю ну реально будет интересно и к этой цифре какой-нибудь свой забавный комментарий и прочитайте комменты отлавите друг друга то наберет больше всех лайков пальчиков вверх тот получает от меня в подарок футболку футболку генетик с крыльями потому что к нам должна их партия 2000 штук поэтому поэтому их много и точно будет ваш девочки мальчики дети гигантские здоровяки и размеры все размеры будут что-то эти честно думал будет легче думал будет легче ну да ладно ничего страшного сделал вот виду того что опять видео у меня видео мне опять прогулочная и сценария я забываю писать так забываю никто не писал разговариваю с вами с друзьями просто условно отвечаю на какой-то ваш вопрос поэтому подведу итог этого видео посчитать базовый обмен это замечательно самое важное использовать его как отправную точку она всегда нужна и без отправной точки начать движение невозможно представьте себе бегунов соревную в беге без линии старт ну как они могут начать бежать откуда нужно стартовать поэтому посчитать базовый обмен обязательным и начать двигаться поставленной цели определение цели также имеет ну невероятно большое значение не стоит срочно это в крайности увеличиваем уменьшаем калорийность в диапазоне 10 процентов можно и меньше то что хочется что-то такое более яркое понятное поэтому ну я взял десяточку дальше обязательно нужно следить за здоровьем со здоровьем и состоянием всех систем потому что расчетные данные энергии не только энергии но и микро-макро интуриентов трогать седы они не равняются тому что реально путает ваш организм то есть съев 200 грамм белка за день есть вероятность что вы получили 120 и у вас будет дефицит ведь ребят многие из вас присылаем свои анализы мы сами видим вы мне говорите я ем 250 грамм белка в сутки весу парня 90 килограмм а по анализам у него общий белок в крови ниже нормы но мы можем же сразу сделать вывод что у него проблемы с поением этого белка понимаете о чем я ну вот поэтому следите за состоянием следите за состоянием своего здоровья и когда у вас что-то не получается вам теперь вот есть повод о чем задуматься а может ты просто жуешь плохо и глотаешь кусками может у тебя был ну реально не очень толковый офицерский состав вооруженной силы российской федерации не давал вам нормально поесть и вы накидывали себя просто всю жратву не очень высокого качества так еще и не жуя и просто ты привык привык так есть переучивайся пережевывай качественно либо готовь сразу еду которая будет хорошо усваиваться не мясо чистое а котлеты да то есть там пусть это будут сразу мелкого помола крупы да обязательно должны быть пищевые волокна в своем рационе чтобы нормальная еда усваивалась переваривалась овощи хороший питьевой режим потому что при нехватке жидкости также не происходит процесса пищеварения это для тех знаете кто грузится на сухую а потом спрашивают почему у меня колом стало все внутри пузо барабаном не кекаю и форма говно так потому что съеденные тобой два килограмма риса сделали тебя фаршированным культуристом они наполнили твои сумасшедшие мышцы гликогеном ну что ж я думаю что пища для размышления теперь получена ну такая объемная надеюсь что в эту пищу сейчас качественно переживете что ваш мозг вот эту информацию усвоит немножечко новым взглядом на вопрос тех калорий и того количества еды которые употребляете вы сможете двигаться дальше в вашем развитии и прогрессе с вами был я руслан халецкий если вам понравилось это видео то надо поставить палец вверх и конечно желательно 5 комментарий и ваши мысли по этому поводу если вам видео не понравилось тогда вдвойне нужно не полениться и написать комментарий ребята мне правда интересно и вы мне этим только поможете поэтому действительно не скупитесь и на негативные комментарии тоже если по ходу возникли какие-то вопросы или мысли давайте их в комменты чем больше вопросов тем лучше потому что зачастую очень многие вещи которые я рассказываю которыми делюсь которые вы могли не слышать до этого у меня приходят в голову именно в процессе когда я вам отвечаю на сообщение в процессе семинаров потому что именно ваши вопросы заставляют эту жирную жижу в голове под названием мозг активно работать на этом я сам прощаюсь всем пока до новых встреч